5 февраля за троллейбусным парком Гонки на выживании отличаются от всех автомобильных соревнований. Это так называемые бои без правил. Здесь разрешаются все технические и тактические приемы. Гонщики имеют право бить друг друга, разумеется, автомобилями, а не руками, обгонять и вступать в контактную борьбу. Правила очень просты. Надо лишь добраться до финиша и желательно в числе первых. Тем более, что трасса, в подготовке которой принимали участие мастера спорта, оказалась не из самых легких. На самом деле, несмотря на то, что она проходит на ровном месте, на самом деле она очень сложная, потому что мы сделали трассу низкоскоростную и сняли снежный покров, получился лед. Получилась низкоскоростная извилистая трасса, ледяная. После всех четвертьфинальных и полуфинальных заездов в финал из 30 гонщиков было допущено лишь четверо, двое из которых, к радости болельщиков, видновчане. Именно здесь и развернулась основная борьба, так как на трассе остались самые хитрые, умные и опытные гонщики. Победителем в этом королевском классе стал Федор Войтов, житель города Видное. С 14 лет он начал заниматься мотоспортом, затем окончил институт физкультуры и вот уже 4 года гоняет на автомобиле. Он читает, что одержать победу ему помогло основное качество гонщика – хладнокровие, которое приходит с годами. 14 февраля нашему победителю исполняется 42 года, так что юношеский задор давить на газ у Федора уже давно сменился отменной выдержкой. Здесь, знаете-ка, я вам как скажу, тут получается как? Надо меньше биться. Как трусливый зайц, убегать и будешь первым. К этой победе хочется добавить еще одну. Федор Войтов, Сергей Коротких и Кирилл Ющенков стали первыми и в командном зачете. Видный чемпион. За родной город надо же как-то отстаивать. Что мотоболисты отстаивают, что мотокросс у нас отстаивает родной город, что теперь выживалки тоже отстаивают. Это же приятно. Очень. Елена Бабина, Алексей Астафуров, Ольга Орлова, Видное ТВ.